Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и у нас в гостях главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа Татьяна Мельник. Она часто бывает у нас в гостях, потому что занимается одной из самых главных проблем, наверное, скажем так, женским здоровьем и продолжением рода человеческого. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы решили поговорить на тему именно женского здоровья. Почему? Потому что мужчина, когда видит надпись «Женская консультация», для него она, в общем-то, не существует. Хотя это тоже неправильно. А если у него есть любимая жена, ну или подруга, как сейчас принято говорить, то он тоже должен иногда на эту надпись обращать внимание. Само слово «консультация» тоже несет какой-то такой смысл, что, знаете, бывает консультация перед экзаменом и так далее и тому подобное. Вот. То есть на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что некоторые женщины вообще не в курсе, что за своим здоровьем не только надо следить с точки зрения обычной поликлиники, а что нужно еще и рассматривать его с точки зрения именно женского организма. Вы являетесь, к тому же, акушером-гинекологом, вы являетесь главным врачом целого центра охраны материнства и детства. Правильно ли я понимаю, что женщины сегодня неохотно вообще приходят для какого-то обследования, связанного именно с женским организмом? Это проблема? Ну, эта проблема, если уж говорить честно, она была всегда. Потому что не только женщине, любому человеку сказать, сходи в поликлинику, пусть тебя посмотрят доктора, а вдруг у тебя что-то есть, да, естественно, все боятся этого. И классическая фраза «не пойду, вдруг что-нибудь найдут». Найдут, да. Вот. Эта классическая фраза, она касается, конечно, и женщин. Поэтому, к огромному сожалению, чаще всего женщины приходят в женскую консультацию только тогда, когда что-то заболело или что-то пошло не так. А вот в обычной жизни, когда ничего не беспокоит, женщины, как правило, в консультацию женскую ходят достаточно редко. Хотя существует такая фраза, что нет здоровых людей, есть люди недообследованные. Ну, и тут возникает ещё один вопрос, что вот у нас есть такое любимое слово поликлиника, да, к нему можно по-разному относиться, но оно есть, да, и мы знаем, что если что-то происходит, ну, там, врач на дом и так далее, скорая помощь и так далее, но потом, вроде как, идёшь в поликлинику, там какие-то специалисты, сейчас я, заметьте, говорю, даже не привязываясь к пандемийной ситуации, а к мирному времени, но есть поликлиника, а почему-то есть отдельная женская консультация. В чём разница-то? Ну, дело в том, что у нас бывают врачи-акушеры-гинекологи, они находятся в составе поликлиники и практически бывают на одном этаже. Как специалисты. Да. Три кабинета – это врачи-акушеры-гинекологи принимают, а дальше принимают терапевты, хирурги и так далее. Но есть и отдельно стоящие здания или отдельно стоящие выделенные помещения, которые предназначены только для женщин. Может быть, где-то это и правильно. Почему? Потому что женское здоровье – это такое интимное состояние. Оно связано, конечно, с половой сферой, оно связано с половой жизнью, оно связано с беременностью и так далее и тому подобное. Поэтому отдельно стоящие женские консультации, их как бы сейчас на сегодняшний день стараются их сделать больше, чем в составе поликлиник. Наверное, женская консультация – это устаревшее название. Я где-то с вами согласна. Сейчас больше называют Центр женского здоровья, консультативно-диагностический центр для женщин. Но, с другой стороны, эти названия тоже не очень пользуются популярностью, потому что сразу ощущение хруста больших сумм денег. Как только консультативно-диагностический центр, сколько будет стоить? Сразу возникает вопрос. Мне хочется сказать жителям нашего района, что в нашем районе женских консультаций достаточное количество. У нас врачи-кошерогинекологи принимают практически при всех поликлиниках. Плюс ко всему у нас есть две отдельные женские консультации. Это как раз консультации, которые входят в Центр охраны материнства и детства в нашу. Это консультация женская номер один, которая расположена на улице Красноармейской, дом 5. И консультация женская номер два, которая расположена на улице Льва Толстого. Это отдельно стоящие. Остальные в составе поликлиник. Но, тем не менее, если мы возьмём поликлинику на улице Назаревской, это шестая поликлиника, на первом этаже одно крыло, первом этаже отдано прекрасная женская консультация и посещать женскую консультацию нужно вот давайте мы сейчас поговорим более подробно об этом потому что опять же некоторые заканчивают поликлиника ну достаточно там акушера гинеколога проверить чай буду консультацию идет хорошо зачем нужен вот прийти в это крыло или в отдельно стоящее здание как вы говорите женщине сегодня отдельно стоящее помещение в здании или крыло она подразумевает выделение определенных площадей и на этих площадях мы должны развернуть и мы разворачиваем те структурные подразделения и те структуры которые по нашим приказам должны быть приведу пример женская консультация помимо кабинета вакушеров-гинекологов существует кабинет репродуктолога который занимается бесплодиями кабинет патологии шейки матки это доктор который занимается патологией шейки матки все заболевания на ранней стадии целью профилактики онкологических заболеваний это отделение антинатальной охраны плода где проводится для беременных первый и второй скрин ультразвукового исследования где берутся анализы на наличие хромосомных заболеваний или отсутствия хромосом где находится кабинет по невынашиванию беременности, кабинеты детского гинеколога, гинеколога-эндокринолога, кабинет терапевта, кабинет окулиста, кабинет стоматолога. Это всё сконцентрировано... Всё немножко с женским уклоном, в том числе и стоматолог. Совершенно верно, всё с женским уклоном. Поэтому если в поликлинике выделено только 2-3 кабинета, а остальное в общей очереди, в общем потоке, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому современные здания, поликлиники, которые строятся, они строятся по такому типу, чтобы та структура, которая уделяет внимание женскому здоровью, она была даже с отдельным входом. Даже так. Хорошо. Но насколько это сегодня бесплатное, затратное? Тоже же такое вечно говоря. То есть многие воспринимают, что это что-то дополнительное, отдельное, и надо деньги платить или не надо платить. Вот в этой сфере, если мы говорим о платной и бесплатной медицине, для женщин это что же важно? Да, конечно. Ну, я хочу сначала сказать о наших женских консультациях, это государственные консультации. Вот те консультации, о которых я говорил, номер 1, номер 2, поликлиника номер 6, где много расположено кабинетов и параллельных специалистов, всё делается бесплатно. Кабинет патологии шейки матки бесплатно. Отделение антенатальной охраны плода бесплатно. Кроме того, в женской консультации номер 2, на её территории, на улице Толстого, работает прекрасная школа материнства, где работают врач-акушер-гинеколог, где работают клинические психологи, где работают юристы, где работают социальные работники. Это те люди, которые, во-первых, помогают женщинам решить вот эти проблемы, которые специалисты присутствуют. Там идёт подготовка беременных к родам. Потому что психологически, в особенности женщины, которые первым раз предстоит рожать, они боятся рода. Рода боятся и все, и которые первый раз рожают, и второй, и третий. Но те женщины, которые рожают первый раз, или у которых в первых родах был не очень хороший, скажем так, результат, вот этими женщинами занимается вот эта вот команда. И занимается очень хорошо, прекрасно работает. Это всё делается бесплатно. Лаборатории, обследование наших женщин тоже полностью бесплатно идёт. И если сравнивать коммерческие структуры, да, наверное, может быть, красивей стены. Наверное, красивей форма уроча. И бахилы подороже. И, наверное, там бахилы, может быть, подороже. И, наверное, чашку кофе принесут. И это, наверное, это есть, потому что это те моменты, которые привлекают, зазывают пациентов. Но там за всё то же самое платят деньги. Я хочу сказать, что медицинские институты не выпускают врачей для коммерческих центров и для государственных структур. Коммерческие центры – это государственные врачи, которые после основного места работы идут на подработку. Это дополнительная работа у наших докторов. Я хочу сказать, что у меня и детские доктора, и акушеры-гинекологи – все подрабатывают. Те, которые хотят заработать, это совершенно нормально. Они подрабатывают в коммерческих центрах. То есть сказать, что это что-то совершенно другое, воспитанное на других кафедрах и в других вузах – нет. Мы все из одного гнезда, из одной альбоматы. По поводу воспитания, образования. Насколько сегодня наша медицинская наука… Знаете, как говорят, стоматолог хорошо зарабатывает. Наверное, на каком-то этапе и гинеколог может хорошо заработать. Но стоматолог… То есть есть некоторые специальности, которые выбирают с точки зрения зарабатывания денег. Ваши врачи, ваши специалисты, которые проходят по теме женской консультации, насколько сегодня они образованы с медицинской точки зрения? Потому что нас, я имею в виду пациентов, и мужей, и жен, волнует тоже этот вопрос. Есть такое ощущение, что, может, хуже стали готовить? Нет. Медицинские вузы готовят очень хорошо сейчас. И благодаря тому, что и современные технологии… То есть мы не отстаём? Нет. Они могут в онлайн войти, онлайн лекции послушать. Они могут покопаться в интернете, вычитать всё, что угодно. Вот моё поколение, мы бежали в библиотеку. Мы берали книжки, записывались, отмечались. Для этого нужно было выбрать время. Иногда его не хватало. Лучше побежать на дискотеку или на свидание, а потом пойти в библиотеку. Сейчас вот это настолько доступно. И я хочу сказать, что наша молодёжь, она достаточно грамотно образована. И студенты, которые приходят из вузов, во-первых, очень поменялась система образования. Если раньше мы заканчивали медицинский вуз, проучившись 6 лет, это 5 лет в институт, 6-й год субординатура, 7-й год интернатура, а такое образование, как клиническая ординатура, ты приходишь на рабочее место, и если ты проявил себя достойно, и в тебе главный врач увидел перспективу, он тебе разрешит идти учиться и пошлёт учиться в ординатуру, то теперь они все проходят ординатуру, магистратуру. То есть они учатся практически, как учатся на Западе. По 7, по 8, по 9 лет. И они приходят уже достаточно теоретически грамотные и даже с практическими навыками. Огромное количество симуляционных залов, где на муляжах такие муляжи, вот просто это живой человек. Я работаю ещё плюс, подрабатываю или не подрабатываю, работаю на кафедре акушерства и гинекологии, я доцент кафедры акушерства и гинекологии, принимаю участие в аккредитации студентов. Вы знаете, хочу сказать, что в последнем выпуске я даже одну девочку взяла к себе в родильный дом на работу, настолько она мне понравилась. И вот на этих манекенах, на этих муляжах настолько отрабатывают реальную ситуацию в операционной, в родзале и везде, что мы такого не видели, конечно. И это, конечно, большое подспорье. Раньше было такое понятие. Вот всех берём в стационары. Надо научить лечить больных, надо научить принимать роды, нужно стоять возле операционного стола, нужно пройти огромный багаж знаний. И если ты уже ближе к пенсионному возрасту или вышел на пенсию, то иди спокойно работай в женскую консультацию, там вроде как бы полегче. Потише. Потише. Дежурить не нужно, бежать в операционную стримглав не нужно, там на ходу переодеваясь. Сейчас это всё поменялось. Сейчас в женские консультации приходят молодые девочки. И они с удовольствием работают в женских консультациях с учётом того, что заработная плата врача в женской консультации выше, чем в родильных стационарах и в гинекологических отделениях. То есть мы можем сделать вывод перед перерывом в нашей программе, что уровень тех врачей, того медперсонала, которые работают, высокий и даже заинтересованы в том, чтобы помочь женщинам. А вот как помочь и почему женщины не очень стремятся прийти почему-то в консультацию, в женскую консультацию, как мы её по-прежнему называем, мы поговорим после паузы. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, а также главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа Татьяна Мельник, постоянная участница нашей программы, часто бывает у нас в гостях. Но сегодня мы решили поговорить на, казалось бы, простую тему женская консультация, которая существует очень давно. Но судя по тому, что женщины туда не спешат, есть в этом какая-то проблема. Почему туда не спешат? Помимо того, что боятся обнаружить какие-то, ну, чисто психологически. Ведь всё вроде бы есть, и мы выяснили в первой части, что даже не надо платить деньги. Почему? Ну, это, наверное, наш менталитет. Мы не очень любим ходить к врачам, опять же, возвращаясь к этому. Но, тем не менее, в Советском Союзе было такое понятие профосмотры и диспансеризация. В какой-то период нашей истории, нашей страны, ну, это, скажем так, 90-е годы, чуть больше, это понятие немножко ушло. Начала расти заболеваемость. Потому что вот это профосмотры и диспансеризацию выдумали достаточно грамотные и умные люди. вовремя увидеть патологию вот на таком маленьком только-только начале, когда её можно совершенно спокойно избавиться. Сейчас к этой теме вернулись снова. И это целая правительственная программа, программа государства, подписанная нашим президентом. То есть, опять же, мы говорим о том, что наш президент стоит на страже здоровья наших граждан. Он волнуется за жизнь, за здоровье населения нашей страны. И, конечно, врачи приглашают наших пациенток на профосмотры. Не нужно бояться идти на профосмотры. Если что-то даже где-то выявит у вас, какую-то патологию, лучше выявить это на самой начальной стадии. И вовремя скорректировать. Здравоохранение на сегодняшний день шагнуло очень далеко. На сегодня онкология, первая-вторая стадия, это как бы не особенно проблема. С неё справляются наши врачи, онкологи. А вот запущенные случаи, это уже, к сожалению, и даже доктор не поможет. И получается, что профосмотры, на которые мы приглашаем наших женщин, они сделают только хорошее для наших женщин. Кроме того, на профосмотрах женщине советуют, как вести свой образ жизни, женский образ жизни. Конкретно каждой женщине. Каждой женщине. Как предохраняться от незапланированной беременности, как вовремя понять, что у женщин наступает такой, скажем, период в жизни, как менопауза, то есть климакс. Как войти в этот климакс, чтобы не было побочных явлений в виде всяких реакций, приливы, нарушения сна, повышения артериального давления и так далее, и тому подобное. То есть это нужно начинать уже после 40 лет, готовиться к этому ко всему, потому что это не делается в один день. То есть женская консультация не только для тех, кто молод и собирается рожать, а для женщин любого возраста. Для женщин любого возраста, конечно. И для тех женщин, которые уже, ну скажем так, старше 50 лет, для них тем более. Это женщины, которые должны ежегодно приходить в женскую консультацию и осматриваться у врача-кушера-гинеколога. И не бояться этого абсолютно. Сейчас в женской консультациях всё одноразовое, как, в принципе, везде. Женские консультации у нас все отремонтированы, прекрасные виды. Врачи сейчас очень грамотные, опять же, говорим. И, в принципе, всю помощь мы можем оказать как бы на месте. Если необходимо, врач направит в соответствующий стационар. Стационаров достаточное количество в Люберецком районе. Если нужно направить в другой район или куда-то в Москву, например, на консультацию, это тоже делают врачи женской консультации. Проблем нет. Ещё такой вопрос. Мы вот сколько говорим, всё женщины, женщины, женщины. Но мужчина же всё-таки, надеюсь, чаще всего рядом. Мужчина может повлиять на то, чтобы женщина сходила в консультант? И бывают такие случаи, когда мужья приводят женщин, переживая за их здоровье? Да, бывают такие. Чаще всего мужья приходят с беременными женщинами. Причём, если раньше, на самом вы правы, женская консультация, муж боялся дверь открыть в эту консультацию. То есть считалось, что вообще что-то. Сейчас мужья совершенно спокойно приходят в женскую консультацию вместе со своими женами и заходят в кабинет к врачу, кушару, гинекологу. Это всё сейчас допускаемо. Он может задать определённые вопросы врачу, потому что иногда женщина может что-то не понять, что-то не услышать, не дослышать. Мы о чём говорим? Сейчас мужья на родах присутствует, на операциях кисарево сечения присутствует. Поэтому сейчас это всё доступно. И если муж захочет прийти, или мужчина её захочет прийти вместе с ней в женскую консультацию, узнать о состоянии здоровья прямо вот рядом из уст и как-то слышать, то никаких проблем нет. Тем более, что на самом деле иногда мужья могут повлиять на дальнейшую жизнь и здоровье женщины. В плане, если, например, у женщины имеется угроза прерывания беременности, и ей врач говорит о том, тяжёлого поднимать нельзя, уборкой заниматься нельзя, стоять много нельзя. А она мужу не сказала. Она не сказала, он говорит, я пришёл, почему борщ не наварен, не поглажен, не убрана и тому подобное. То вот тут в этом плане, конечно, муж является как бы помощником в этом плане. А вот ещё такой вопрос. Есть такое понятие некоего общего семейного здоровья. Мы берём одну пару, которая живёт такой праведной, правильной жизнью, семейной, половой, всё как положено. Говорят, что даже там что-то обменивается, организмы и так далее. Есть вот это некое общее здоровье семейное? Конечно, оно присутствует, общее здоровье семейное. Такой инь-янь. Да. Ну, во-первых, оно начинается с психологического здоровья. То есть психологическая атмосфера в семье, она полностью влияет и на здоровье мужчины, и на здоровье женщины. Конечно, влияет возраст. И мужчины, и женщины на здоровье. Ведь мы прекрасно знаем, что бывают пары, где жена там намного старше, или муж намного старше. Как бы там ни было, это прекрасная, любящая, великолепная семья, но в плане медицинском это тоже играет определённую роль на здоровье. Ну, и, конечно, если болеет кто-то, а второй сопереживает, или, наоборот, не сопереживает, это тоже влияет на эту, как вы говорите, связь. Общую. Хорошо. Опять же, мы, помните, говорили о разных названиях, которые сейчас придумывают. Означает ли это, что если раньше было название «женская консультация», а никогда никто не видел мужская консультация, мужчина там, ну, уролог такой, более-менее к нему приближён, и то уролог он касается всех. Мужских консультаций сегодня нет. То есть, правильно я понимаю, что вот такое название «центр здоровья», «центр охраны семейного» или «материнство», что это своего рода тоже привлечение мужчин к процессу вот этого общего семейного здорового образа жизни и здоровья? Ну, в принципе, мужчина, как и женщина, как и любой человек, он пользуется всеми врачами, это терапевт, хирург, акулистный, уролог и так далее. Но ведь он живёт меньше. Но существует и мужской доктор, скажем так, вот чисто мужской доктор. Ну, уролог, он как бы для женщин, для мужчин, но есть такая профессия андролог. Это доктор, который как гинеколог у женщин. Только для мужчин. Только для мужчин. Это как раз его репродуктивная функция мужчины. Вот в центрах здоровья всегда присутствуют врачи-андрологи. На сегодняшний день вот я, как главный врач, в поиске врача-андролога, которого я хочу посадить тоже на приём женской консультации. А это проблемная уже специальность? эта специальность достаточно такая дефицитная очень специальность. Вот. И я сейчас в поисках такого доктора. Если я найду такого доктора, то я обязательно в нашей женской консультации рядом с репродуктологом посажу врача-андролога. Вот как раз в плане бесплодия, это самый основной доктор. Потому что мы привыкли говорить, что если женщина думает, если женщина не родила ребёнка, то она виновата в этом. Нет. Ровно 50 на 50. Виновата женщина, 50% виноват мужчине. Ну даже не то, что виновата, да, так сложились обстоятельства. Так сложились. Ещё существует, я не зря сейчас сказал, что мужчины живут меньше. Это получается, что в любом случае заложено, что женский организм всё-таки сильнее мужского, правильно я поняла? Да, женский организм сильнее, более адаптирован. Это заложено природой, потому что женщина является продолжительницей рода. Это первое. Второе, мужчины у нас это те люди, которые больше травматизм, это войны и так далее. Ну и здоровый образ жизни. Алкоголизм, хотела сказать, но так, нездоровый образ жизни, да? Поэтому они, конечно, быстрее начинают болеть и быстрее уходят, к сожалению, к огромному. Почему я говорю, что одиноких женщин больше, и сегодня мужчин на наших женщин не хватает, хотя в некоторых странах наоборот есть дефицит женщин, тот же Кипр взять, тот же Китай, кстати, между прочим, где дефицит женщин. А кстати, как вот с женским здоровьем за границей? Вы же, наверное, участвуете во всевозможных конференциях. Как там относятся к этой проблеме? Ну, давайте возьмем, например, какие-нибудь продвинутые и менее продвинутые истории. Вы знаете, я хочу сказать, что в странах Европы, и не только в странах Европы, я объездила практически всю Европу, бывая на разных конференциях и на тех конференциях, где присутствуют наши коллеги из западных стран в Москве, в России, в других наших городах российских, мы общаемся все вместе. Женщины везде одинаковые. Но дело в том, что на Западе, в странах, там здравоохранение платное. Часть оплачивает страховая компания, но большую часть оплачивается из средств. Поэтому там люди больше следят за своим здоровьем. И они больше бегают в поликлинике проверять свое здоровье. Почему? Потому что, когда он заболеет, для них это катастрофа финансовая. Ну, помимо того, что это болезнь, это финансовая катастрофа, это огромные суммы. Наше здравоохранение бесплатное, поэтому мы вот и не пользуемся этим. И не пользуемся этим. Мы загоняем наших на профосмотры, на диспансеризацию и так далее. А там они бегут сами. Но заболеваемость, в принципе, там выявляемость на ранних стадиях больше, соответственно, потому что, естественно, и лечение дает больше эффект. Поэтому и продолжительность жизни на Западе, она достаточно приличная у нас. Хотя у нас сейчас тоже продолжительность жизни увеличилась. Но в этом плане там более воспитанный народ финансовый. Ещё один такой вопрос из области фантастики. Вам, как врачу, как биологу, можно даже так сказать, существует такая версия, что рано или поздно мужчина как таковой исчезнет, а женщина превратится в самопроизводящий такой завод, потому что логика в этом есть. Не надо встречаться для того, чтобы произвести ребёнка. Вот как-то всё будет происходить в неком одном существе. А вот вы верите в эту философию, теорию? Или всё-таки человечество вынуждено в хорошем смысле слова будет всё равно состоять из мужчин и женщин и всё делать по любви? Я в эту философию не верю. Потому что всегда будут мужчины и женщины. Кого-то будет меньше, кого-то больше, но всегда будут мужчины и женщины. Потому что если сегодня говорить, например, сказать, если при помощи ЭКО мы можем взять донорскую яйцеклетку, донорский сперматозоид, объединить и ввести это всё суррогатную маму, так сказать, и она выносит готового ребёночка даже для кого-то, это возможно будет в будущем. Возможно, это будет в будущем. Но всё равно для того, чтобы это всё получить, нужно иметь и мужчину и женщину. Биологический материал мужской должен быть присутствовать. Ещё немножко о мужчинах поговорим. Всё-таки тоже я не могу не адресовать этот вопрос. Как вы относитесь к тому, что там войны, здоровье и так далее. Но ведь говорят, что в мужском организме что-то проходит через мужской организм и только потом появляется в женском. Какие-то там химические элементы. Правильно ли можно воспринимать, что мужской организм ещё как некая лаборатория для того, чтобы у женщины как у высшего существа появились все хорошие элементы? Ну, я такого не слышала, конечно. Нет, я такого не слышала. То есть мы одинаковые? Мы одинаковые. Мы одинаковые? В определённой степени одинаковые. Но в женскую консультацию должны приходить женщины иногда с мужьями. Да, мне хотелось бы обратиться ко всем нашим жительницам нашего района, нашего округа. Не бойтесь женской консультации. Придите в женскую консультацию. Это не так страшно, но зато вы выйдете оттуда спокойно, что у вас всё хорошо, и вам врачи-акушеры-гинекологи ответят на все проблемы. И ещё мне хотелось бы сказать, дорогие женщины, рожайте. Быть матерью – это счастье. Это счастье на всю жизнь. А быть матерью вдвойне, втройне – это самое большое счастье. Мы ждём вас. Приходите к нам, становитесь на учёт по беременности и рожайте деток. Здоровья вам и счастья. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа Татьяна Мельник. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин